Когда в школах начинают вводиться уроки государственного патриотизма, это означает, что в государстве что-то идёт не так. Если детей надо учить любить Родину, это значит, что Родина не любит своих детей. Патриотизм — это любовь к Родине. Это личное чувство, личное переживание человека. Родина — это не государство и не власть. Родина — тот уголок земли, с которым человека связывают истоки жизни. А если людей начинают с детства учить любви к государству, любви к власти, — это не патриотизм. Это воспитание лояльности и покорности. И в те решающие моменты жизни, когда решаются судьбы Отечества, таким образом воспитанный человек, выбирая между любовью к Родине и лояльностью к государству, может изменить Родине. Потому что любовь к Родине иногда требует идти против государства, против власти. Принудительное воспитание патриотизма — это предвестие государственного политического банкротства. в любую эпоху, в любой стране. Если народу не за что любить государство, то нужно думать о понуждении народа к любви или о перемене политики государства по отношению к людям. Любовь через насилие может сделать человека добрым и гуманным. Любовь к Родине — это исключительно личное чувство. Оно не тиражируется учебниками, решениями президентов, парламентов и правительств, съездов партий. Патриотизм вырастает из свободы, из прав и свобод человека, из достатка и благополучия, из любви к ближнему и дальнему, из благосостояния. Патриотизм не вырастает из бедности и нищеты, из унижения и оскорблений, из пренебрежения человеком, из неправды и лжи. Государство может дать человеку урок патриотизма, перестать врать и начать служить людям. Тогда уроки государственного патриотизма в школах никому не придут в голову, потому что дети просто будут знать, что Родина их любит. Родина их любит.